приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео про интересные фильмы кино которые будоражит что-то у нас привилят в мозгу где-то щемит сердце в общем мой мой списочек разных фильмов он расширился сегодня с вами такое третье видео и но все ссылки на эти видео по списку будут на моем сайте есть на моем сайте фильме кино о боге христианстве вере доброте которая будет в описании к этому ролику первое там самом начале описание мы с вами сегодня я дополню о чем уже говорил это первым сам видео я пробежался по всем по все по всем как сказать разделом а сейчас 2 видео было более дополняющие фильмы о боге вере христианстве и сегодня третье видео у нас о фильм о доброте смысле жизни сострадание что-то все такое связано первое у нас идет я их отделил какое я уже тоже предыдущий видео говорил они выстроены в принципе в историческо-хронологическом порядке просто от веков древних до сегодняшнего дня тут кино и такое древнее искусство но вы понимаете о чем я и но я их иногда делю все-таки по некоторым группам даже внутри вот этих вот разделов и я вам уже говорил о фильме волна эксперимент 1981 года американский фильм очень рекомендую и к нему же в догонку я очень рекомендую это абсолютная документалка это обыкновенные зомби как работает ложь 2015 года фильм снят кино или как угодно документальной съемки это эксперимент эту на украине было просто бомба я очень рекомендую вот эти вот два кино как хотите новый полна эксперимент это на основе документальных событий художка как я тоже уже много раз все это разжевывал рассказывал обыкновенный зомби от прям вот такой эксперимент заснятые на видео очень классно очень рекомендую посмотреть увидеть как в действительно мы люди сожалению из-за мнения большинства таких вот психологических приемов люди отрекаются от истины и белые называют начинает называть черным угоду разным вот таким вот вещам из-за страха из-за стадного инстинкта эффекта из-за угроз из психологических манипуляций просто супер посмотрите примите на вооружение и так никогда не делаете как в этом фильме делали основная масса пару человек всего оставались верными себе и белое называли белым когда им показывали очень классные найдете на просторах все интернета очень рекомендую следующее это художка общество мертвых поэтов хороший фильм рекомендую посмотреть давайте кратенько вам зачитаю джон китинг новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже от чопорной массы учителей его выгодно отличает легкость общения эксцентричное поведение и пренебрежение пренебрежение к программе обучения однажды он посвящает своих подопечных в тайну общества мертвых поэтов с этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре взглянуть на окружающий мир высоко подпрыгнув над серой школьной оградой очень классный фильм классный главный герой я уж не помню как его фамилия имя американская очень классный фильм несмотря на то что он очень старый достаточно 89 года но я рекомендую тоже такие фильмы классные смотреть их надо следующее кино умница вилл хайкинг артинг ну такой себе есть то вещи кому-то может покажется не очень хорошими кстати главный актер тот же самый да по сути вот что 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 в обществе мертвых поэтов что умница вилл хайкинг как его зовут то ну ладно вы найдете вам кстати убийством жизнь покончил у него всегда такой это такой грустный клоун хороший главный герой вилл хайкинг 20-летний вундеркинд из бостона который то и дело ввязывается в неприятной истории и когда полиция арестовывает его за очередную драку профессор математики берет его под свою опеку при одном условии вилл должен пройти курс психотерапии сеансы перевоспитания начавшиеся с недоверия постепенно перерастают в дружбу между виллом и его наставником у фильмер несмотря на то что там молодежь драки алкоголь вот но фильм концовка фильм очень хороший ну и сам принц да вот главный герой мужской от играет этого психотерапевта психиатра и очень классно все это концовки они становятся она как родной отец мужской становится поэтому им все равно хорошие поставить задуматься над какими-то вещами так что очень рекомендую фильм эквилибриум 2002 года до войнушка стрелялки как всегда добро побеждается зло побеждается добром с палкой с пистолетом в частности но там есть там общая мысль кто его смотрел тут меня поймет о чем я уже говорю кто нет посмотрит там как бы показано будущее якобы после атомной ядерной войны тут якобы опять пытаются построить такое общество и якобы вообще такая основная мысль и фильма идеи этого режима строй о том что все вообще беды у людей на земле от того что они просто чувствует чувствует прекрасно в том числе чувствуют и не прекрасно вот якобы надо просто придушить все человеческие чувства эмоции тогда в мир будет жить хорошо она при этом они живут в обществе где ну там конечно же религии таких войн между национальных религиозных каких-то нет но они живут просто в полицейском государстве там естественно есть еще эти повстанцы которые в это общество не не вступили живут свободной жизнью там до вне вне этого города так называемого общества а сама ту городе вот именно полиции полицейском городе да якобы все счастливы на самом деле ходят как зомби каждый день или каждый там чуть ли не полдня колет себя вот какие-то вещество которое убивает их не чувствуя не такие без эмоциональными все вот ну и главный герой в один прекрасный день перестает колоть эти все вещи в себя одну и становится нормальным человеком ну и свергает убивает там этого главаря свергает режим ну правда все дело за счет пистолета это обычный боевик там просто хорошая вот эта вот идея как всегда вот этого палочного полицейского государства якобы который делает общество счастливым ничего начали мне делать человек свободен конечно побеждайте зло и таким образом и вправе это никуда не ведет наш шек становится таким же злом поэтому конечно же в этом плане фильме не согласен а вот сама идея что действительно вот именно что и те кто сверху строит это все за счет палки это ничего не дает это общество просто бесчувственных зомби а человек свободен и чувствует это прекрасно эмоции это прекрасно и то-то увидев прекрасную картину просто и любуется кто-то конечно готов за картину кого-то убить лишь бы ее себе поймите но это не картина виновата не искусство не красота это лишь человек делает просто свой злой выбор вот и все человек также прекрасность таково тубе вашей картины это отвратительно потому что убиваешь саму икону божью человека да так просто туп который это делает обглубь и бессердечен так что фильм все равно рекомендую для просмотра на то что конечно кровище убийство она вот эта идея показательна в диких условиях интересный фильм рекомендую конечно же просмотру давайте зачитаю вам после окончания колледжа эмори один из его ведущих студентов и атлетов кристофер мак эндлес оставляет все свои все свое имущество отдает накопленные за время учебы 24000 долларов в благотворительный фонд и отправляется автостопом на аляску чтобы окунуться в дикую природу по дороге кристофер ознакомиться с разными людьми так или иначе влияющие на его жизнь ну суть паренек студент еще даже скажем так возраст очень юный да нежно как это говорят о них родители конечно же он а в колледж поступил машины мы купили он и поступил по выверни да вот но он отказался от учебы были деньги на эту учебу он взял не говоря родителям ни слова так скажем все это вот эти деньги раздал машину отдал купился какую-то развалюху и поехал на ней за за 300 долларов и купил на ней поехал на ней туда в сторону олевским через там канату через сюда в поисках поисках истины до размышлять искать вот понимал что все это все эти университеты толку от них мало будет всем интересный в конце он погибает там замерзает москать из голода помирает в этом трейлере аляске потому что ничего есть оказался заблокированным снегами по месте где он находился вот он там конечно убивать животных это сами понимаете я ко всему этому отрицательно нахожусь но сам фильм интересный парень молодец снят он по моему нет пол чистая художка счет не помню положено ли в основании бывают фильмы знаете очень часто я говорю там на основании реальных событиях вот фильмы посвященные кому-то тоже очень часто это в конце то есть не то что там прям реальная история но все-таки сценаристы режиссеры фильма делали на каком-то ну на какой-то на сной какого человека там может быть не сильно вдаваясь в жизнь но он был вдохновение может каким-то прообразом там много чего придумано туда уже сценаристы режиссеры доложили свое но все равно кто-то являлся прообразом я честно не помню уже в этом фильме так есть или нет или чистая художка но она художка абсолютно реальная так скажем да многие люди такие поступки решаются я сам когда-то пошел в поисках истины бродить по белу свету с одной библии и рюкзачком на перевес так что мне это все близко конечно руб немногие вещи не нравится которым там делал вот она все равно очень хорошая классная и новиками просмотров с одной стороны стратегическим концом но с другой стороны в принципе он расскажем уходил когда все равно в таком познаниях так следующее кино у нас с вами перед классом 2008 год это кино ну прям вообще хорошая семейная добрая давайте я вам почитаю о чем речь 6 лет бред страдает синдромом туретта а его симптомы это частые моторные и вокальные тики которые невозможно подавить тем не менее бред бросает вызов всем барьером и неприятностям и даже 24 отказа подряд не останавливает его на пути к мечте стать учителем о чем речь то есть парень у него такие тики все время что-то помню то что он дергается и в принципе он кричит как будто гавкает даже его с собакой сравнивают то есть у него такие вот звуковые тики он все так вот делает как-то и при этом у него мечта стать учителем стать именно учителем младших классов там детей вот чтобы вот их учить ведь а там по-моему он учитель языка или как-то или общего какого-то там что-то типа детского садика в америке с вами образование не очень знакомы вникаю но вот как бы ну по фильму там где-то детки все-таки таким совсем не взрослые вот я не совсем знаком с американской системы образования что там детские сады какие-то переходные есть какие-то может быть классы ну так по фильму по моему детям ну лет от 6 и 7 то есть у нас по сути первый класс такой вот поэтому учитель может быть такой общеобразовательный помню как-то вот так вот фильм классные это реально это опять же дело даже не на реальные это на реальность то что люди такие есть это реальный синдром туре ты вот туре то его называют вот такими вот звуковыми вот вокальными как написано вокальными тиками да то есть ну звуковыми вот ну он и сам немножко дергается вот и всегда хорошие примеры и по моему фильма тоже по моему все-таки на основе реального событий точно 2 все читать или на основе а вот венера в википедии вот американский документальный фильм 2008 года режиссера питера веннер документальное кино все-таки основаны на высшем 2005 году книги перед классом ну книги здесь написано как мы видим теперь на основе реальных событий дополн такой человек был вот он стал учителем потом очень почитаемым там занимал и заслуги всякие там какие заслуженные учитель что-то такое присваивали так что фильм очень рекомендую очень классный как я вам сказал биографический кино тоже мою слабость и вот я их люблю это история реальных людей историях внутренних внешних побед над миром над скорбями на страданиями над испытаниями это всегда очень вдохновляет и мотивирует поэтому я такой рекомендую она очень добрая очень хорошая если он там переживал чуть не ломался но все-таки добился своего просто следующий фильм это семь жизней актером его с вами в прошлом фильме забываю как же его зовут-то этого чернокожего-то вы ну вы поняли много фильмов он снимается в прошлом видео тоже с ним одно кино было семь жизней инженер бен отправляется в необычное путешествие в ходе своей поездки он встречает семерых незнакомцев включая смертельную больную эмили которая называет себя девушкой с подбитыми крыльями бен неожиданно влюбляется в нее что сильно усложняет его первоначальный план сможет ли он разгадать послание судьбы я очень рекомендую кино очень хорошая очень такое интересное ну и со всякими разными такими мозга ковыряющими всякими вещами поэтому посмотреть его хоть раз в жизни точно стоит а может быть и пересмотрите кино тоже такое семейное и фильм время 2011 года снимается там джастин тимберлейк певец но у него кстати тимберлейк снимается снялся не знаю сколько у него кино он всегда снимается в таких мозговых и но и по моему неплохой актер из него получилось хотя из певцов не всегда получается в принципе мне сего я где-то штуки нами до 34 точно смотрел с его участием я считаю что он неплохо играет или время очень классно опять да там пушки стволы убивают как бы по сути такая бонни клайд будущего до фильма будущем опять опять он пост такой апокалиптичный по моему что уже как бы был чуть ли не конец света люди как-то пережили опять бедные богатые только там люди живут по времени у них бежит здесь счетчик когда они когда им исполняет сколько там лет я не помню 30 что ли потом этот счет чего они растут развиваются потом в 30 появляется этот счетчик как на руке и они становятся как бы бессмертными с одной стороны да но живут они все должны работать за это время за копейки за минуты как говорится да хотя у богатых там века у них они спокойно живут нищеброды где-то все время работают куда все время бегут то что торопится и могут умереть любой момент просто от нехватки времени пока ты живут с веками там с тысячелетиями с миллионами лет ну вот эти современные бонни клайд ну якобы он там такой робин гуд у богатых отнимает время бедным раздают там просто хорошие идеи есть там конечно и стрелялки и все как прочее вот это вот вот ну вообще просто идея очень хорошие к сожалению нет у нас идеального контента можно было может быть все это убрать и стрелял их там без убийства ну так как такова современность все у нас с грехом перемешана фильм неплохой в том плане что у идеи там вот эти неплохие и что там с одной стороны новая рвить это все можно найти в совокупе и робин гуда и бонни клайда и все вперемешку вот все эти идеи бедные богатые все мы сами в этом мире живем понятном как бы так посмотреть все равно там это идея на со временем можно сказать этим учить тема чипирования все там есть короче в одном бульоне такой супчик смотреть для для одноразового точно можно и но когда игры для семейного просмотра я сесть трудно я просто детей такой конечно детям там сидите с детьми там я думаю что лет до 10 точно не стоит до 12 где так смотреть да когда игру и до семейного значит вплоть до того что грудными детьми прислуга прислуга давайте я вам зачитаю американский юг на дворе 1960-е годы скиттер только-только закончил университет и возвращается домой в сонный городок джексон где никогда ничего не происходит она мечтает стать писательницы вырваться в большой мир но для приличной девушки с юга не перестала тешься столь глупыми иллюзиями приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому мудрая эбелин на 30 лет старше скиттер она прислужит в домах белых всю свою жизнь выненчила выненчила 17 детей и давно уже ничего не ждет от жизни ибо сердце разбито после смерти единственного сына мини самая лучшая стрепуха во всем джексоне а еще она самая дерзкая служанка в городе и острый язык не раз уже послужил ей плохую службу вообще кино из серии я смотрю в америке очень много снятых таких фильмов вообще у нас в россии люди немногие знают что буквально еще каких-то там 50 лет назад в америке в один туалет черные с белыми не ходили да и вообще рабство то не так давно там вот это вот порабощение афроамериканцев чернокожих людей еще не так давно ты было отменено но в общем как в россии и так давно было крепостное право отменено в англии там тоже самое рабство это очень тяжело происходило все были крестьянскими странами но почему-то все время у порабощали даже собственных таких же двуногих и и и одной с ним кожи и разной кожи в америке достаточно таких фильмов вот где вот об этой расовой дискриминации показано чернокожих людей много разных фильмов я их очень много пересмотрела и какие то есть в этом списке какие просто ну я не стал там добавлять вот ну вообще именно такие много я как бы пересмотрел я самого рабствия и о переходе в рабство я в принципе в этом списке есть один я чуть недавно не стал добавлять хотя его порос пересматривал с ковином постнером по моему главной роли вот по практически состав тот же самый где вот афроамериканки эти играют пожилые но известны голливудские все актрисы таким вот но такие фильмы интересные там нет ни стрелялок ничего вот такие темы тоже любят по сути фильма расизма расизме о таком узаконенном да о том что тут все любят нас это что все все хорошо в америке там или еще где тоже якобы демократия да у них от демократии тоже только недавно стало еще буквально при полвека назад там такой же расизм был вот и все все любят нас у меня кто знает часу якобы за реабилитацию нацизма вот а будто в россии там этого сейчас нет или там раньше не был дан от национализм этот расизм да он вечный во всех веках не обязательно быть немцем нацистской германии для этого и страны это проходит все общество и так далее так что вот так тут надо судить лично по каждому человеку не забывать когда о грехах прошлом поэтому это один из таких фильмов рекомендую здесь над просмотром два фильма я их объединил них разный год но сразу сейчас скажу о них это один плюс один 2011 года или неприкасаемые и 2 плюс 1 давайте зачитаю сначала пострадавшая в результате несчастного случая пострадав в результате несчастного случая богатый аристократ филипп нанимает в помощники человека который менее всего подходит для этой работы молодого жителя предместе дриса только что освободившегося из тюрьмы несмотря на то что филипп прикован к инвалидному креслу дрису удается принести по размеренную жизнь аристократа дух приключений фильм снят на основе реальных событий этот аристократ на инвалидном кресле реально живет он стать недавно умер фильм французский там игру даже недавно просто ленту видел он буквально вот наверное вот в 2020 году ушел из этого мира в иной реально он там нанялся помощники такого обычного бедного такого парня к правда там по моему и в реальности это был такой испанец испанец какой-то вот ну по фильму аристократ белокожий а помощники его чернокожие известно уже тоже актер такого франции такой длинный соки или вернее не длинно высокий такой с юмором вы хотя сейчас он в таких фильмах уже снимался и драмах и вот конечно юморные фильмы комедии его конек есть другие фильмы сходить с ним молить я тоже как бы рекомендую он так или хороший актер по крайней мере веселый конечно фильм игры не все не все может быть где-то чуть пристойно не все мне нравится да как они там и траву курят мне все это неинтересно понятно посмотреть такие фильмы в принципе такие фильмы не буду говорить что для семейного просмотра да я опять подразумевает под семей подразумевает что это дети помимо уже жены но вдвоем взрослым людям поспеть втроем вестером все это может нужно и точно такой же 2 плюс 1 16 года он он же снимается может сказать такое отчасти и продолжение или нет там у типа ну такой вообще типа бабник что в первом кино что во втором и вот от него беременеет одна девушка и оставляет ему ребенка сама убегает он воспитывать сам эту девочку потом у сначала в шоке а потом воспитывает естественно воспитывать с любовью весело все там по сути такие комедии но все равно они такие там есть глубокий подтекст конечно такие вот жизненные ситуации потом она возвращается это мама уже когда девочка вся взрослая да и просыпаются материнские инстинкты вот хочется девочку уже пускать забрать я уж не помню как так вот в общем короче два фильма с этим актером 1 плюс 1 2 плюс 1 и по сути комедии такие все равно интересный рекомендую вот то что я вам говорил это из темы тоже опять чернокожего рабства вот это и расизма в америке ну расизм так потом был а прежде всего ну понятно и там расизм но прежде всего вообще арабстве несколько фильмов их намного больше тоже вот но уже достаточно старый это 13 года это именно 12 лет рабства называется принцем сейчас сразу скажу это второй фильм это гаритет я вам даже с не буду с википедии что-то зачитывать это в общем ну как как чернохожие пытались от этого рабства избавиться да особенно когда принципе очень часто показан этот переходный момент вот второй фильм гаритет 2019 года там главный актер единственно мужчина здесь женщина это абсолютно биографичные тоже фильмы исторические нас лет рабства не точно не он как бы как бы биографически просто об этих событиях там любого подставляет как он там бежал и все подходит агритет реально прям на основе 1 1 конкретно рабыни и прозвали моисей как когда она как бы спасала свой народ да папа образову как моисей из гипта выводил она не просто сама там сбежала а потом всех спасала там это конечно делали отчасти с автоматом ну с ружьем тогда автомата все не было но не то что там всех убивала но как бы все равно фильм на грани оба фильма не на грани тех годов когда кто знает там уже в америке что не сразу не в один тень перемены произошли было разделение севера с югом была гражданская война северных и южных штатов известные события тоже вот все фильмы где-то на границе этого уже то есть когда уже сам север уже становится демократичным таким как говорят так и любимым как бы все это пытается стереть против того же самого рабства выступают а юг никак не может расстаться с этой идеей идеологии мирозрением образом жизни да и эти фермы там имея рабов который ничего никого не платит ведь просто рабы на самом деле работают просто за еду их естественно насилуют хотят с ними делают избивают помимо рабства трудового это сексуальное рабство сексуальное насилие извращение это плоти от детей до стариков это конечно ужасно потому что рабы были вообще абсолютно никем просто вещи их убийство издеватель над ними ни кем не расследовалась не банки судов это реально и к тому что там да то же сам америка там про про нацист кучу германию они сами нацисты англия такая же россия такая же все любят с этим нацизмом нас и все почему-то все вспоминают только у нас немецкий нацизм а это был не нацизм а будто у нацизма или расизма есть какая-то другая основа или суть да ну так вот оба фильма рекомендую просмотра несмотря на то что там что-то может быть противно так скажем истинному христианскому мировоззрению но тоже можно много чего интересного вы следующее у нас тогда идет здесь финансовый монстр давайте я чуть уж даже не помню игры если я вот так не буду подсматривать то я и сам уже не все фильм помню а джордж клуни а все актеры слушать его только и но я может как давно смотрел хотел не такой старый да ну как тоже восемь лет я у когда-то можешь посмотрел и тут недавно я вопрос пересмотрел но мне как-то выпал где-то вот я пересмотрел ну тоже ничего посмотрите да вот там про эту всю финансовую систему все эти биржи жорж клуни играет такого оля теле или давайте прочитаем что тут есть на кинопоиске краткая сюжет фильма разворачивается вокруг ли гейтс известного телеведущего чьи финансовые советы но такой вот это реально магазин на диване знаете да и вот он только в мире всяких там облигаций акции вот такой вот он был ведущий шоу такого известного ведущего чьи финансовые советы сделал его настоящую гуру уолл-стрит один из зрителей шоу воспользовавшись неудачным советом ли потерял все свое состояние теперь хочет возмездия он берет знаменитость в заложники и тем самым подчиняет рейтинги передачи поднимает рейтинги передачи люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос сколько стоит человеческая жизнь режиссер там этого шоу красотку кто играет то я все эти имена позабывал вы знаете короче она там на картинке ее видно чуть чуть джулия робертс его играет этого его постановщика режиссера этого шоу вот нормально кино опять то всех этих вот и деньгах по всей этой неправедности всем этом обманил же вот ну там джордж куни показаны сам этот шоу как бы но в хорошем хорошем свете в концовке там как бы разоблачает того все это рассказывать долго я рекомендую для просмотра для вечернего округу взрослых людей посмотреть разочек точному а так дальше у нас фильм чудом и 2017 год фильм тоже классно опять играть джулия робертс она кстати и все знают по красотке вообще она хорошая актриса я считаю ну у нее талантами актерский есть немного вот таких фильмов где она играет ну какие-то и драматические такие добрые фильмы так что рекомендую фильм классный давайте я вам прочитаю немножко фильме с одной стороны мальчик август пульма такой же как и другие мальчишки его его возраста любит ходить на дни рождения к друзьям играть в компьютерные игры фанатеет от звездных войн играется своей собакой ссориться и мириться со старшей сестрой а с другой стороны он совсем не такой как другие мальчики его возраста во первых август никогда не ходил в обычную школу с первого класса с ним дома занималась мама во вторых август перри перенес 27 операций из-за очень редкой но иногда встречающиеся генетической ошибки у августа нет лица и вот такой мальчик должен пойти в школу первый раз к обычным этим фильм классный опять же просто он по-моему все таки на основе а вот в википедии написано американская семейная драма режиссера стивена чбок чбоски основаны на одноименном романе паласио аэро как им скала роман уже может быть свою очередь на основе хитрель событиях но они точно основе так скажем реальных событиях реальной нашей жизни что болезни у нас каких-то конец всяких увечий прочие вещи вот мальчик этот как бы вот у него там с лицом проблемы серьезные делали операцию вообще жить мог да там надо заросшие ност и так далее у него все очень такое плоское уродливое и вот туда школы с ним занималась мама который играет жули роберт а потом его как бы от школы он ходит в таком скафандре очень часто по улице да ну вот его решается отправить в обычную школу к обычным детям сами представляете что это такое вот фильм очень интересный очень добрый второй актер отца играет такой комедийный кто знает такой белобрысый белокурый вот но вот в этих ролях они играют такие драматические роли и у них очень хорошо получается фильм для семейного просмотра вот этот уже как раз с детьми очень важно как раз детьми такие фильмы даже в том числе и смотреть здесь истории детей тем более они могут для себя уже очень многого такие фильмы можно своим детям рекомендовать смотреться они уже они там что-то выбирают где-то на компьютере советовать им это посмотреть посмотреть там такой фильм все эти фильм о том как тут уже про детек против про ребенка который вот можем борется с такими ужасами своей жизни и все таки выстаивает хоть друзей и прочие вещи и фильм конечно вот как я вам сказал уже семейного и даже уже единоличного просмотра детям рекомендовать статус брэда тоже хорошее кино известная очень играет главную роль комедийный актер ну эта роль им удалось очень хорошо она по сути драматическое такое кино задумчивая очень рекомендую посмотреть даже вам больше наверное ну вот тут кратко написано мужчина средних лет разочаровался в жизни но изо всех сил хочет пристроить сына в гарвард ну и вот там как они едут все это с тыным он едет подавать документы прочее во все эти и ну них там своя система можно тоже в разные подать посмотреть походить по всяким университетом у него уже такой кризис среднего возраста у отца и вот благодаря сыну всей этой поездки он доходит до истины что можно любить мир и вообще наслаждаться миром миром любить мир не им не обладая наслаждаться в жизни тем что есть то богатые тоже все-таки плачет и прочие вещи ну короче доходит такие понятия очень хорошие или рекомендует такая комедия он то что он все-таки и комедии вернее фильм все-таки больше такой драматически сказал да ну просто там он больше играть всегда в этих он снимается в этих знакомства с фактерами помните с родителями вот это все такие комедийные у него роли но это удался насколько я помню фильма по моему футболиста дэд бэхом с него как бы тоже списан то есть то ли он там свою историю написал короче если заходите поглубже копнете что-то вот такой то есть по моему с него список или дэвида бэхома или или какого-то известного или или по брэду питт или ты как бы так скажем история брэда питта его жизни чуть не помню актера другого да по вам все-таки про футболиста этого как бы с него там что-то есть если повернете я очень люблю когда я вот я вам не зря все это я когда какой фильм собираюсь смотреть я могу трейлер посмотреть могу еще что-то погуглить почитать мне в принципе интересно такие нюансы можно посмотреть обзоры какие-то some можно интересного узнать о фильме это всегда раскрывает немножко по-другому это может делать сразу или при вторичном просмотре если уж фильм понравился можно поковырять это очень важно ты понимаешь какие-то боли нес который до этого не понимал очень важно знать может бы ты знаешь этого человека известного актера касает по нему у тебя все складывается как то но все это Так, отчет о пытках, 2019 год. Отчет о пытках. О, классный тоже фильм, я его буквально недавно посмотрел, хотя получается уже пятилетний фильм. Я, конечно, не живу в Америке, но у нас, конечно же, основной производитель кинематографии это все-таки Америка тоже, да. Она у нас вообще во всем, так скажем, можно сказать, превосходит всех, да, в этих платных земных делах. И вот я очень люблю, не знаю, по крайней мере, про них показывают, что, видите, у них там и президентов можно судить, все-таки у них есть, у них сейчас, по крайней мере, вроде как, вот именно действительно развито правовое общество, правовая вся эта система, правозащитные организации, все-таки у них есть какая-то система, кто знает, есть такое политическое понятие или государственная система сдержек противовесов, да, когда все не в одних руках находится, когда есть какие-то рычаги друг на друга, давление, отчеты, прочие вещи, да, что очень много людей обладает каких-то силой власти, то есть не то, что там в одном органе может другого задушить, я говорю, у них, они стараются не по вертикали все это, можно бучу катить и на президент и прочие вещи. И вот такое, я таких фильмов, как бы, несколько точно знаю, хороших, но вот я уж не помню, все ли я добавил себе в список, но это один из таких фильмов, давайте я просто прочитаю, после трагических событий 11 сентября 2001 года, агенты ЦРУ идут на крайней мере при допросах тех, кто предположительно стоял за терактом, то есть смысл в чем? Ну, короче, здесь разоблачается в фильме некий там тоже в другом агентстве работающий, можно сказать, журналист, расследователь, и под, так скажем, патронажем, под прикрытием, под покровительством одного из сенаторов, по-моему, или еще что-то, вот тут как бы, там или кто-то, она там, кто-то в конгрессе, что-то такое, они делают расследование, несколько лет он его ведет, о том, что как пытали, как в тюрьмах вообще допрашивали этих всех, если же им ток подозреваемых во всем, там, ИГИЛИ, там, ИСЛАМИ и прочих вещах, вот эти все, мы там, естественно, применялись пытки, и вот идет расследовательная тема, потом все это обнародовалось, были у ЦРУ проблемы и так далее, я не помню, добавил ли я здесь фильм про Гуантанаму, по-моему, я просто либо в прошлом видео говорил, либо сейчас мы о нем дойдем, может быть, он другого года, я вам сейчас о нем скажу, либо, ну, посмотрим, что-то я, может быть, я просто в прошлый раз, в прошлом списке, где про Гуантанаму, тоже про якобы там террориста, которого якобы взяли, он много лет просидел, пытали его там, и вину так, без вообще предъявления обвинений, и там жуткие пытки, ну, вот все одно и то же, это была какая-то программа ЦРУшная, где там прям было все это предписано, как пытать, что пытать, и вот они все это люди проходили, да, эти люди формально связаны, там, с кем-то были, с Бен Ладаном, ну, это были родственники, там, еще что-то, но которых вину никак не могли ничего предъявить, потому что, ну, нечего было удивить, если мы чьими-то родственниками являемся, не знаете, что мы виноваты во всех их нихах, вот, там вообще на историальных событиях, я забыл просто, как фильм называется, я не пойму, есть в списке, или я просто разговаривал, сейчас не вспомнил. Короче, отчет о пытках 2019 год, кто любит такие фильмы, он может быть нудноватый, там прям такое расследование, если все это показано, он, по-моему, двухчасовой, но я люблю такие фильмы, они классные, о многих вещах заставляет тоже задуматься. Так, Гаритет, я вам уже сказал, Шахматист 2019 года, про что-то такое прошахнутый, знаете, очень достаточно много всяких фильмов, в основном они про ребят каких-то, которые, причем одаренных ребят, которые не просто там уже, не просто про шахматистов взрослых людей, а именно про шахматистов ребят, девчат, молодых парней, прям еще и детей таких, которые были одаренными. Вот один из таких фильмов Шахматист 2019 года, рекомендую, посмотри, вообще фильмов о шахматах, наверное, самое много, если его так брать, знаете, даже не вид спорта, даже не знаю, шахматы все-таки это головоломка больше, да, сейчас хоть это может быть является спортом, но по спорту все-таки подозреваем, такие физические, да, а здесь все-таки больше, больше как-то к математике, к науке, вот, и вообще про шахматы я люблю как-то фильмы, как-то связанные с шахматом, играть я умею, но особо ни с кем не играю, там с собой, нигде там в интернете, сейчас, конечно, можно играть, хотя шахматы, в принципе, хорошая игра очень, игра королею называют, развивает мозги, когда-то я меня научила бабушку, по-моему, с отцом, и играли как-то, я помню, по детству, с ребятами играли тоже, играли в карты, конечно, но играли в шахматы, в шахматы игра, играли в шахматы, но потом как-то, когда они уходят, хотя, может быть, и зря, вот, ну, а так как сейчас особо, во взрослой жизни, ты вообще где-то живешь один особо, там, да, и ни с кем, вот, шахматы, я, я очень уважаю, если так сказать, жалко сам, как бы редко себе, точнее, можно сказать, в последнее время, ты игры не поздали, хотя можно все это в интернете делать, поэтому посмотрите, мальчик, который обуздал ветер, интересное кино, на основе, по-моему, все-таки реальной истории тоже, сейчас я уж не вспомню, мальчик, живущий в бедной африканской деревушке, в Малавии, помогает взрослым строить ветряную мельцу, черпая знания из библиотечной книги, ну, в общем, бедный там, там нищета, все это еле-еле выращивают кукурузу, засухи, голод, революции там, такие же в стране идут, а у мальчику Бог открывает, ну, там есть эти, как показывают, что видели во всяких документальных фигурах, американские школы, по сути, там, деревушка-то и там домик-то на вес один, да, ему-то их там все равно учат, и у него, у него есть талант от Бога, он понимает физику, еще этого ничего не изучая, понимает, начинает электричество, как-то там умудряется собирать этот ветрогенератор, можно сказать, последнего отцовского велосипеда, отец его это не принимает, Богу чуть ли не сбивает мальчика, но как-то все это получается, и у них, он сделал такую мельницу, они стали подавать из какого-то ручья воду, у них как-то они там стали выживать, хорошее кино, тяжеловатое такое, но все равно я таки рекомендую. Зеленая книга, есть Зеленая миля, Зеленая книга, часто такие названия, ой, фильм такой, похабненький немножко тоже, это как раз вот тоже где-то, это уже после, конечно, уже даже по историческому плану смотреть, это уже времена, насколько я помню, 1960-е, ну да, это уже, конечно, революция прошла, это уже юг в принципе смирился, и так скажем, прямое рабство отменили, но все равно чернокожие, в основном свое, работает на очень низких должностях, это формальное рабство отменили, но по сути за счет денег, людей также держат в рабстве, естественно, им все двери закрыты, но несмотря на это, потихоньку двигается, и тем более север, как я уже говорил, в этом плане идет быстрее, впереди, а уже юг потом подтягивается, и вот на севере, по сути, получается тоже там один, афроамериканец, был талантливым пианистом, позже выясняется, гей, уже достаточно разбогател, то есть он гениальным музыкантом оказывается, ну выучился, и стал вот, на севере у него все нормально, так скажем, с жизнью, со всеми этими концертами, он решает поехать по югу, да, видать там концерты, берет себе такого полу-гангстера, быдло такое, вот, и берет его в шофера, и он его как бы везет, но в оконцовке, и по сути, можно сказать, ратиста, да, такого, и похабщика, и, знаете, такого неряхи, и он там и мусорит, и все, в оконцовке он, конечно, меняется, и в оконцовке они становятся друзьями, и, несмотря на то, что его общество, он там из какой-то итальянской мафии, можно сказать, вот, в оконцовке он его в дом даже приглашает, сажает за стол, все в шоке, то есть я говорю, это уже 60-й, но до сих пор, я говорю, там в разные туалеты ходит, фран-американцы с белыми, да, чернокожие с белыми, а он его прям в дом заводит, хотя до этого, там поездка у них была, по-моему, сколько-то недель, может быть он ехал, хорошо ему платил, вот, вот так все бросал из окна машины, он ему запрещал, это, ну, такое интересное, посмотреть можно, я его пару раз или тройку смотрел, так, отель Мумбаи, противостояние, ну, такая, я люблю, в принципе, фильмы-катастроф, опять говорю, вот, несмотря на то, что там убийство, еще что-то, это вообще не художка, это, как мусульмане, джихадисты захватили, самый известный, самый дорогой отель в Индии, там, в Мумбаи, это абсолютно реальная история, снята художкой на основе реальных событиях, потом, там, разнесли полотеля, там, взрывали, бог там, либль, и не только в Мумбаи, потом в оконцовке они все собрались, они несколько терактов сделали, территории, там, этой провинции, и в оконцовке все там, в Мумбаи, короче, я рекомендую, я люблю фильмы-катастрофы, фильмы, какие вот, на основе, я, не просто катастрофы, я люблю, как там, люди, люди бедные, мучаются, я мелоду, фильмы-катастрофы на основе реальных событиях, это стихийные бедствия, технологичные какие-то катастрофы, ну, это заставляет задуматься, держит тебя в тонусе жизни, что там, вечно в облаках летаем, вот, поэтому, в таких, в таких ситуациях, просто интересно смотреть, как люди друг другу помогают, как люди меняются, когда у тебя ствол пистолета у виска, или там, не знаю, пять метров воды над головой, да, там, при какой-нибудь водной катастрофе, или там, три метра снега, то, сразу задумываешься о многих вещах, поэтому я люблю фильмы, они людей ставят, такие, экстремальные условия, в этих экстремальных условиях, люди совершают разные поступки, хорошие, нехорошие, наоборот, меняют мировоззрение вдвоем, финально, зачастую диаметрально противоположным, вот один из таких фильмов, это отель Мумбай, американский палач, только недавно посмотрел, а уже не совсем помню, сейчас картинку увижу, и сразу все вспомню, о, тоже, конечно, жесткий фильм такой, с одной стороны, мне сейчас такие фильмы особо близки, у самого у меня идет, идет неправедный суд, за реабилитацию якобы нацизма, за якобы реабилитацию, вернее, да, нацизма, правильно так сказать, я прям этот фильм увидел, я его, может быть, когда-то тоже смотрел, хотя он 19-го года, нет, по-моему, я его вот недавно, это я первый раз его посмотрел, давайте я зачитаю его, и потом скажу, похищение человека, которое транслируется в прямом эфире, в социальных сетях, внезапно превращается в разбирательство над судьей, который вынес неверный вердикт в одном из своих прошлых уголовных дел, однако, на этот раз судья становится сам подсудимым, а роль судей и присяжных исполняют зрители прямой трансляции, и именно им предстоит решать, останется ли он в живых, несмотря на там всю жуть такую, так как он там руки прям заживо, может отрезать там еще что-то, идея фильма, и вот этот весь посыл, который идет, ну, фильм достойный просмотра, поэтому больше вам ничего говорить не буду, я рекомендую просмотру такие фильмы, составляет над многими людьми, задуматься людей по разную сторону от истины, и на стороне света, и на стороне тьмы, поэтому фильм хороший, я не помню, там он на основе тоже опять реальных-нереальных событий, уж, что-то там за основу положено, но, конечно, со всем этим контрастом, что там, по сути-то, сам убийца, маньяк в прошлом, можно сказать, якобы теперь творит добро, но это такое себе, я со всем этим, конечно, не согласен, у нас не должно быть вообще никакой палки в жизни, ну, ну, вот так вот, королевская игра, что-то я даже по картинкам теперь вспомнить, не могу, давайте прочитаю вместе с вами все. Весна 1938 год, юрист Йозеф Барток вместе с женой собираются покинуть оккупированную нацистами Австрию, а, все, понял, но его арестовывает гестапо, от Бартока требует выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещает в одиночное заключение, и полностью лишает связи с внешним миром, однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах, она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением. Фильм такой необычный, здесь, как видите, все темы переплетаются, которые, как видите, в принципе, пронизывают, можно сказать, даже всегда список моих этих кино, да, здесь и нацистская Германия, в 40-х годах, все, уже, это и шахматы, это и, можно сказать, холокост, но здесь не прямо холокост, главный герой еврей, там он банкир, его содержит вообще все там счета, всего еврейского, это община в Германии, вот, его нацисты берут, и пытаются из него эти коды, пароли от их счетов, чтобы деньги забрать, вот как бы из него выбить, его закрывают в одиночке в отеле, просто в номере, и он там начинает с ума сходить, вот, но ему попадается, он умудряется украсть там книжку, у одного нациста, да, про шахматы, и начинает там, сначала умудрился как-то слепить из чего-то там шахматы, из какой-то там, не помню чего, а, из хлеба, которому приносили еду, он из хлеба слепил себе шахматы, доской у него стал клетчатый пол в ванне, и он стал играть, а потом, когда у него это отобрали, и книжку даже отобрали, он стал просто в уме все это играть, ну, стал с крышняку не ехать, в концовке как бы съехал, его потом отпустили, по-моему, это на основе абсолютно реальных тоже событий, на основе реального человека, он потом в Америку уплыл, ну, у него уже крышняк ехал, и якобы он там даже чемпиона какого-то по шахтам победил, да, непобедимого, вот, ну, в общем, фильм немножко нудноватый, но, хорошее для разового просмотра точно по-то. Мавританец, это, по-моему, надо было вам вместе с раритетом, с, а, нет, Мавританец, это то, что я вам и сказал, то есть, вот, про Гуантанамон, вот, точно, а до этого я вам что, что говорил, какой-то, это, это, а, отчет о пытках и Мавританец, если вот так их какими-то грубками собирать, если вы хотите посмотреть, я может когда-нибудь, просто сейчас я сейчас начал собирать, в списке, то у меня уйдет года, да, я их старался по годам, все-таки расформировать, просто я уже знаю, ну, как нравится, если вы будете периодически все просматривать, постепенно, вот, все равно в голове соберется, вот, ну, в общем, а так, на словах, это Мавританец, и вот, отчет о пытках, близкие по теме, то есть, это все вот о пытках, в американских тюрьмах, вот, это Мавританец, это как раз то, что я вам, в принципе, когда о отчетах о пытках говорил, я вам уже все рассказал, ну, давайте я прочитаю здесь, не получив официальных обвинений, и возможности защитить в суде, Мохаммед Ульд Слахи, провел в тюрьме Гуантанава более шести лет, только после этого он был удостоен права иметь адвокатов, но и им в борьбе с правительственной машиной, предстоит побороть личные сомнения, а всего он, по-моему, 9 или 12 лет в Гуантанаву провел, это американская тюрьма на Кубе, по-моему, да, или где-то там, короче, на самом юге, вот, туда никакого доступа, она, можно сказать, на острове находится, и вот там содержат самых якобы злостных преступников, в том числе тех, кто были причастны непосредственных терактам 2011 года, ну, или как они думали, причастны, или будут еще совершать, но в оконцовке этому вот, это реальный человек, в конце фильма его съемки есть, книгу потом написал, она стала бестселлером, это вот Мухаммед Уильд Слахи, фильм классный, этих адвокатов играют, известные тоже достаточно актеры, две женщины, пожилая и молодая, вот, фильм отличный, очень рекомендую его к просмотру, «Человек, который нарисовал Бога», это что-то я говорю, я уже сам их забываю, а, ясно, да, это вообще тоже классное кино, мне понравилось, я его не так давно, он сам, конечно, это уже пошли уже, в принципе, наши года, свеженький, да, не так давно вышел, 2022 год, очень рекомендую просмотр, там, есть и похабщина, и такой юмор, такой пошлый, черный, все там есть, но вообще идея фильма классная, и мне нравится, как он заканчивается, главный актер еврей, но не иудей, как бы ничего не исповедует, можно сказать, даже атеист, слепой человек, но имеет талант рисовать, во-первых, а рисует он все, что людей рисует их, слыша их голос, то есть, он слыша голос, ему рисуется в голове, прям, образ этого человека, настоящий, потому что у нас, не зря говорят, что звуки, они имеют форму, там, и так далее, в природе бытия, то есть, он слушает человека, ему достаточно всего, там, два слова от человека услышать, он может его нарисовать, не буду опять говорить, на основе, прям, реального человека, или нет, что-то уже не помню, давайте, прочитаю вам, аннотацию, история слепого художника, обладающего невероятным даром, писать портреты людей по их голосам, однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера против несовершеннолетних, кстати, ну, это просто с кем он там подружился, там, долгая история, естественно, никакого насилия он не совершал, педофилом он не был, его просто в этом ложно обвиняют, еще к тому же, с этого момента портретист становится главным героем телепередач и жертвой информационного давления, полицейскому ведущему делу художника предстоит узнать, является ли он реальным преступником, или все намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд, да, он начинает участвовать в шоу, там, ну, типа наших, я не знаю, шоу талантов, там, каких-то таких, ну, все это современные события, естественно, он там в концовке миллион долларов, там, дают за победу в финале, он его весь практически раздает, жертвует на благотворительность, а почему человек, который нарисовал бога, вот именно, сами теперь понимаете, то есть он рисовал людей по голосу, и в конце фильма, не знаю, рассказать вам или не рассказать, да расскажу, ну, классно, это самая идея фильма, он уже сидит, и действительно, он сам, несмотря на то, что он себя такого гаденыша строит, но он играет из себя, уж для русских скажу, наверное, знают все невзорово, вот он такого невзорово играет, такого якобы, вот, но на самом деле он хороший человек, добрый, понимающий, умный, классная речь его в конце, когда он стоит уже на этом финале, ну, речь прям, я ее хотел бы нарезать, чтобы ее все послушали, банальная вещь, с одной стороны говорит, с другой стороны, очень проницательная, когда смотришь кино, по крайней мере, прям, такие вещи я люблю, и в конце он сидит в кресле, и вот такого, осеивает его свет, то есть, является бог, мы его голос как бы не слышим, но он как бы по фильму понять, что он бог с ним начинает говорить, и он говорит, замри, вперед там, лист, он начинает его, давай, классное кино, но я очень, я сначала даже, мне показалось как-то, да, там есть похабные вещи, какие, думаю, но потом я его еще прям подряд, наверное, раза два, прям, пересмотрел, два дня подряд, еще по разу, то есть, раз к 3-4, я его уже посмотрел, про проникся, многие вещи, может, как-то мимоходом, короче, нормальные, не смотря на то, что есть, на какие-то вещи, я уже раз оговариваюсь все время, к сожалению, мир не идеальный, святых людей здесь немного, и, есть контент, который мы производим, к сожалению, пропитан, перепитан, перемешан с грехом, ну, шо ж, уж такая жизнь, но, как Иисус сказал, мудрец, человек, книжник, научный, небесному царству, познавший полноту счастья, благобытия через истину, он везде найдет, что и старого из нового вынесет все самое светлое, счастье с вами делюсь, чтобы просто для себя там что-то доброе, правильное потерпнуть, ваш досуг был не просто приятным, но и полезным. Первый день моей жизни, тоже, сейчас скажу вам о нем, давайте сначала дочитаем, дождливой ночью четверо незнакомых друг с другом самоубийц, после ухода из жизни встречают загадочного незнакомца, он отвозит их в пустующий отель, или где им предстоит провести 7 дней, переосмысливая свою прежнюю жизнь и наблюдая за миром, в котором их уже нет. Сказать, что там высокие, правильные идеи про жизнь после смерти, про... Там даже не реинкарнация, там по возвращению, то есть в принципе, по сути, они как бы переживают все... Они все поко... Все четверо разные люди, из разных, так скажем, сфер разного возраста, пола, до всех этих социальных статусов и так далее, все заканчивают жизнь как бы самоубийством, и как бы им дается второй шанс, ну, они должны посмотреть на свой мир, на свою жизнь другими глазами немножко. И... То есть, по сути, они как бы находятся все в больницах, там еще где-то, то есть они как бы не умерли, а... Ну, вот это вот, как это говорят, слова все повыпадали из головы. Литургический сон или что-то такое. Ну, короче... Короче, они как бы живы, где-нибудь там в реанимации лежат, но вот они вот такой вот опыт проходят. С одной стороны, кино средненькое, я имею в виду, что прям каких-то там супер глубоких мыслей лично я для себя не черпанул, и не совсем понятно, чему хотят нас привести его... Его... Кто его придумывал, снимал и прочие вещи, да? Авторы этого всего, всего шедевра или не шедевра, не знаю, как сказать. Я говорю, кино очень такое посредственное, с одной стороны, но я решил его тоже добавить кому-то, может, интересно. Говорю, целыми днями не будешь одно и то же смотреть, все-таки хочется список как-то расширить. Вот, посмотреть можно, просто я говорю, сказать, там какие-то прям глубокие. Они все в оконцовке выбрали разный путь, кто-то решил вернуться, кто-то решил все-таки возвращаться. Вот, ну, хотя, говорю, интересно, в принципе, посмотреть можно, они хорошие мысли вот эту тему поднимают, посмертность жизни, самоубийство, в частности, и вообще вот этих вот идей, поэтому, в принципе, посмотреть можно. Может быть, я даже сейчас вам рассказываю, может, надо его еще раз посмотреть, может, кто-то по-другому немножко воспримется. Не всегда бывает в первый раз что-то доходит, кто хотят до нас донести авторы этого. поэтому, поэтому, в общем, одним словом, рекомендую его тоже посмотреть. О, тоже следующее у нас. Вы видите, мы уже с вами уже прям к свеженькому подошли. Все это 23-й год у нас начинается. Это я всегда буду видеть ваши лица. Тоже классное кино из серии моих слабостей кино в одной и в одной. Ну, я говорю, немножко меняется, но, в принципе, сводится к одному помещению, где сидят четверо жертвы от преступлений с ними совершенных и четверо людей из заключения из тюрьмы, которые совершали. Не прям эти преступления, не прям с этими людьми. Это была какая-то программа психологическая по помощи чего-то там. И вот решили, она, по-моему, абсолютно тоже на основе реальных событий в том плане, что не то, что там реальные люди, а на основе, что это программа сама реальная. Вот, вот, такого вот состыковывания вот преступников и их жертв, пусть даже не прямо конкретно этих, хотя там есть и где было прямо-прямо конкретно своим преступникам, так скажем, сводили. Классное кино, я говорю, оно на основе, по-моему, реальных событий. Давайте я вам прочитаю, в принципе, все равно кое-что скажу. Возможен ли разговор между преступниками и пострадавшими? Могут ли жертвы услышать виновных и что они могут сказать друг другу? Программа по восстановлению, по восстановительному правосудию, вот как она называется, интересно, представляет своим участникам уникальный шанс. Люди, нарушившие законы и жертвы аналогичных преступлений, то есть аналогичных, не конкретно этих, вернее, вот это я вам никак бы не сказал, они, может быть, и не прямо, эти люди, этот преступник, Вася, ограбил вот эту потерпевшую Дашу, но он ее ограбил, а она жертва ограбления, поэтому, как бы, они в одном, да, сидят, просто она не знает, больно, он в маске был, там, даже по-фильму, помню так, то есть, конечно, она, может быть, это даже он ее ограбил, да, но это не суть важных, главное, что этот человек совершил то же самое, и жертва может задать ему вопросы, зачем ты это делаешь, ты вот делаешь это с человеком, а сколько горя там принесло, это у меня теперь там фобии какие-то, деньги ты, может, зарплату, пенсию забрал, у меня ребенок больной, еле вытягиваю, вот, а преступник может, как бы, если, ну, преступники, подразумевается, которые свели их, которые тоже раскаиваются в совершившихся поступках, вот, и они, как бы, могут рассказать и выложить, во-первых, извиниться, пусть тоже не перепрямо перед своей жертвой, но перед подобной жертвой, и могут все-таки вывалить, попытаться, как бы, где-то себе оправдать, конечно, да вот, ну, то-то-то, вот там тоже нужда была, да, неправ я, но все равно, пытаюсь все-таки это все равно сказать, ему, как бы, тоже это необходимо, по концовке они становятся, так скажем, можно сказать, ну, друзьями, то есть, они там уже вместе чай там пьют, все такое, вот, давайте, дочитаю еще, уникальный шаг, люди нарушили закон, и жертвы на виски преступления, могут пообщаться под присмотром профессионалов и волонтеров, преодолевая горе, гнев и недоверие, обе стороны вступают в непростой диалог, в ходе которого рождается понимание, и появляется надежда на искупление, поэтому фильм классный, я его посмотрел пока один раз, думаю, что, в принципе, пересмотрю, хотя, когда у себя в списке на жестком диске смотрю, почему-то я его пока еще не кликнул и не пересмотрел, хотя вообще стоящее кино, посмотреть такие, это интересно, это реальная программа, я говорю, как я помню, ну, там, естественно, играют актеры, но все равно, звук свободы, а, звук свободы, слушайте, но классное кино, но тоже в том плане, снимается актер, мною, в принципе, любимый, уважаемый, это актер, который играл Иисуса Христа в «Крастях Христовых» Мэла Гибсона, это человек, который свое, несмотря на то, что он актер, он, кто знает, то он свое христианство несет, он, в принципе, такой, не то же проповедник, но все-таки, у человека есть дар, талант, и он им пользуется, ну, вообще, он горячий такой, скажем, да, человек в этом плане, мне он нравится, я смотрел с ним интервью, зовут, я не помню его как, чтобы подзабыл, а, Джимом, Джим, Кевизелом, Джим Кевизел, вот, мне он, конечно, я его полюбил, через вот этот вот фильм, Мэла Гибсон, «Страсть Христа», и вот им, когда я выяснил, что он вот именно настоящий христианин такой, понятно, где-то со своими протестантскими заморочками, но вообще, он очень правильные вещи несет, я слушал его вот именно все эти, так скажем, беседы, интервью, он говорит о правильных вещах, он очень много говорит о страданиях, о крестном пути за Христом, о любви, не просто вот этот бред про спасение, про веру, про жертвенный подвиг Иисус Христа, конечно, в нем это и есть все протестантство, но он очень много говорит правильные вещи, несмотря на то, что-то вот именно он такой протестант, как бы из этой среды, поэтому я его, у него есть фильм, я здесь не говорил, но я просто другие озвучивал, он играет роль второго плана в фильме «Побивание камнями сарая М», тоже классное кино, я его уже рекомендовал, просто сегодня я рекомендую те, которые в прошлых видео не озвучивал, вот поэтому вот за это мне нравится его роли, этот фильм давайте я вам зачитаю сейчас сначала, оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Паллард разочаровался в системе, много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребенка, Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он свой и вот уже из Мексики ему везут восьмилетнего мальчика, маленький Мигель становится первым освобожденным из множества детей, проданных в сексуальное рабство в Латинской Америке, и Тим решает во что бы то ни стало разыскать его сестренку. Фильм, снятый на основе реальных событий, на основе реального опять человека, то есть это реально какой-то полицейский там, ну полицейский, не знаю, как правильно сказать, во внутренней безопасности, там где-то в Америке, ну какой-нибудь следователь, или как он там называется, занимаешься вот такими вот делами, фильм о сексуальном рабстве детей, вообще это, то есть это тема, мы думаем, некоторые из нас живут вообще вот так вот, с закрытыми глазами, с закрытыми ушами, еще к сожалению, с закрытым ртом, вот, эта тема в мире конечно существует, рабство, сексуальное рабство, до сих пор в нашем якобы цивилизованном мире, все это у нас под боком, и в частности, это сексуальное рабство вообще детей, это отвратительно, это ужасно, это вообще, я не знаю, как можно на такое пойти, да, вот эта тема поднята, она сама по себе очень тяжелая, в фильме есть предисловие, есть послесловие, Джим говорит в конце свое слово, оно, к сожалению, на английском, и я смотрел, нет перевода, но я английский не так хорошо знаю, что вот так вот на слух, но я понимаю, о чем он там говорит, если кто-то посмотрит фильм, знаком с английским, переведет, просите мне в личик, что он там говорит, ну может быть, можно через Google попытаться перевести все это сейчас, я имею даже на слух, ну то есть, ну по сути он мини-проповеди говорит, я уверен в конце, вот как бы, это огромная беда, это ужас человечества, и так далее, вот, поэтому фильм снят такой, опять по-голливудски, вот, ну, тоже там суперстрельба, но фильм классный, поднимает эту тему, это конечно беда, ты все это понимаешь, что все это просто отвратительно, ужасно, вот, но посмотреть стоит, я говорю, я актер этого люблю, там, несмотря на то, что видите, опять вроде есть пистолет, и я думаю, как, мне вот интересно, как он будет в таком фильме сниматься, потому что это не его вообще, и там как таковых нет, не выставить, он играет полицейского, но по сути он играет, все-таки он же актер, он играет вот этого человека, не то, что он сам этот фильм написал, там придумал тему, вот, но там нет, по-моему, вообще ни одного выстрела в оконцовке, они ни в кого не стоят, никого вообще там не убивают, вот, несмотря на то, что они там все это организовывают, облавы, действительно, и на основе реальных событий, они вызвали очень много детей, в оконцовке этим занимались, он посредил этому жизнь, сама якобы по фильму, большая семья, жена, много детей, вот, вот так вот, поэтому, очень рекомендую, фильм классный, в плане, что вот он все это затрагивает, говорю, может быть какие-то недочеты, нюансы, может что-то не нравится, вот так вот, и получает у нас последний фильм с вами на сегодня, это тоже, все они свеженькие, я говорю, ты вот эти последние фильмы мне, Братец во Христе, Украины сбрасывал, да, я подарен, потому что я люблю все эти вещи, это переводится как Общество Снега, или я увидел его второе название, это Братство Снега, фильм реально крутой, реально тяжелый, это опять из моих любимых, раз это Катастрофа, ну видите, у меня такие есть критерии, да, помимо общих таких групп, там художественные, документальные, основные реальные события, вот, еще такие мелочи, как я говорю, штрихи, вот это мои слабости, штрихи, получается, это, во-первых, документальное кино, раз на основе реальных событий, реальной катастрофы, это съемки опять, по сути, вот, в одном ущелье, где там этот самолет разбился, и это, по сути, фильм Катастроф, то есть, все как бы в одно складывается, фильм тяжелый, про каннибализм, как они ели, естественно, трупы своих же убитых, не убитых, а умерших, со пассажиров, да, это фильм, якобы, они там все христиане, да, скажем, большинство, не то, что все, вернее, а большинство, наверное, люди из поведущих христианств, там было, то есть, где они переступили вот эту вот, перед себя, каннибализм, тоже вещь, хотя до последнего некоторые держались, но все равно в концовке сдались абсолютно все, люди выжили в ужасных условиях, вообще холода, отсутствие чего-либо там, ну, в общем, как там накрывало, одна беда за другой, один за другим, все равно умирали, даже те, кто выжили, давайте, я вам сначала зачитаю просто аннотацию, 1972 год уругвайский самолет терпит рушение в самом сердце Анда, и выжившим приходится надеяться только друг на друга, оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться живы, фильм держит в напряжении, ну, 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 нудноватый он, по сути, как все, я говорю, фильмы, катастрофы, там, все что-то такое, вот, но, естественно, все равно при этом, при всем, ну, такой фильм не может быть веселый, может быть, его можно сделать динамичнее, там, не знаю, но, в принципе, это нормально, ты как раз чувствуешь дух, все-таки это художественный кино, но ты чувствуешь дух полной документальности, вот это, там есть и документальные съемки, вставки, вот как это бывает, прям делают именно в художку документальные, реальные фотографии, в конце, естественно, показываются тоже, как иногда потом за кадром, всех этих реальных людей, которые выжили, тогда все это же снимали, когда их спасли и так далее, фильм классный, прям рекомендую к просмотру, очень, и, слушайте, еще не знаю, как так получилось, одного фильма нет, я только вспомнил, сразу я его добавлю чуть позже, это 2004 год, как-то я упустил этот момент, я его недавно пересмотрел, в телеграм-канале тоже делился, кто не подписан, там канал подписывайтесь, там много подписанного, это фильм невозможное, вот как раз к этому братству всему, это прям все в теме, я его добавлю обязательно в список, 2004 год, фильм основан абсолютно на реальных событиях, это, давайте я вам зачитаю с Википедии, это англоязычный, испанский художный фильм, катастрофа 2012 года, о землетрясении в Индийском океане, 2004 года, исполнительница главной роли, Наоми Уоттс, за актерскую работу в ленте, вынулась на награду Оскара, американские гильдии киноктеров, категории лучшей актрисе, а также на премию золотой глобус, категории, этот фильм о лауреатах, давайте я вам сюжет, да, почитаю, фильм описывает события 2004 года, когда незадолго до цунами, унесшего в жизни более 200 тысяч человек, семья из пяти человек, родители трое сыновей, приезжают в талант на отдых, стихи застает всех врасплох, отец семейства Генри купается в бассейне с двумя своими младшими сыновьями, его супруга Мария Наоми Уоттс читает книгу, расположившись на шезлонге, через несколько мгновений мощная волна накатывает на отдыхающих и сметает все на своем пути, мутным потоком уносит за собой герой фильма, приложив нечеловеческие усилия, Марии удается вынырнуть на поверхность и ухватиться за ствол дерева, в проносящемся мимо потоке она обнаруживает своего старшего сына Лукаса, бросается за ним и спасает его, впоследствии они вызволяют из-под обломков ребенка и ждут помощи на дереве, местные жители находят героев и отвозят в больницу, во время переезда найденный под обломкой мальчик отстает от Марии и Лукаса, в больнице героини оказывают первую помощь, однако ее состояние ухудшается, она просит своего сына хоть чем-то помочь окружающим людям, Лукас составляет список пропавших людей, помогает одному мужчине найти его сына, возвращаясь к матери, Лукас находит ее койку пустой, работники больницы, чего-то тут у меня текст весь съехавший какой-то, не пойму, так, ну ладно, прочитать не получится, а вот, так, более мелким шрифтом, она просит своего сына, Генри, возвращаясь к матери, работники больницы, отводите его в детскую палату и клеит наклейку с именем, Генри с двумя младшими сыновьями, вы же вместе, короче, ладно, я вам уже слишком много рассказываю, сами посмотрите, фильм классный, вот фильм Катастрофа, это реальное было тогда цунами от землетрясений в Индийском океане, и оно прям такими волнищами накрыло, я смотрел и документальные всякие съемки, это художка, но основа реальных событий, это жуть, конечно, да, это такая масса вот этого воды, и как люди там, конечно, много людей погибло, но вот видите, целая семья выжила, выжила семья, муж, жена, трое ребят, мальчиков, все выжили, хотя у нее были тоже ранения, очень серьезные, ей там и ногой, и ногу разорвало, в общем, ну, все такое, и она тоже сама выжила, все на основе реальных событий, вот история выжившей семьи, эти события, фильм держит в напряжении, фильм опять рассказывает о правильных поступках, о том, как они мальчика действительно спасли, сами еле шли, все равно, хотя мальчик, ее сын говорил, мы сами еле идем, куда мы пойдем, а мать настояла, учила правильным вещам, а если бы это твой был, а если бы это был мой сын, а если бы это ты был, и кто-то тебе бы не помог, да, то есть она ему, по сути, учит завету Христа, закону жизни, поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, или как Иисус рассказал, люби ближнюю-ка саму себя, притча о ближнем, то есть это любой человек на пути твоей жизни, и раз этот мальчик кричит, они слышат, что они должны его найти и спасти его, то они сделали, ну и вообще, она его потом в этой больнице, пусть она своего ребенка воспитывает вот в добре, пойди что-нибудь кому-нибудь сделай, не сиди, так, и он там реально начнет помогать людям, то есть он вот это вот, хотя он такой был немножко такой подросток уже, но это был старше, их не сын такой, ну как, наверное, все в переходном возрасте, такие злые, обиженные уже где-то на мир, вот она его вот так вот, в нем такой вот, делает сердце его мягким, вот через такую вот жизнь, через спадание, через помощь окружающим людям, аж когда тебе самому, как бы, ну нужна помощь, да, вот поэтому фильм классный, я его добавлю, не знаю, как я его пустил, я это могу забыть, посмотреть, просто перейти на сайт, и не добавить, обязательно сейчас, к тому, как выключу запись, добавлю, чтобы он был, те, эти фильмы, еще раз вы найдете, по ссылке в описании, к этому ролику, самой первой строкой, я добавляю ссылку на свой сайт, где вы все эти фильмы найдете, ссылки неактивные, фильмы идите сами, на просторах интернета, то, что я для вас делаю, это само название, год этого достаточно, чтобы найти. Вот так тут, на этом все, я с вами прощаюсь, здесь вам, желаю, и надеюсь, вам приятного, и доброго просмотра, назидательного, и в конце, естественно, скажу, что если у вас есть какие-то интересные фильмы, я не все в жизни посмотрел, фильмы мудрые, умные, ну где-то я ему говорю, может быть, не обязательно, они там супер прям мудрые, что там есть какие-то, может быть, скажем, нехорошие вещи, но если там хоть есть какая-то одна добрая мысль, я с удовольствием такие фильмы хотя бы раз смотрю, и что-то для себя выношу, или просто какие-то фильмы, я люблю все равно, я тоже, как любой человек, нормально посмотрю, какие-то простые кино, топливые мелодрамы, могу посмотреть, про танцы там люблю, про что-то, про шахматы, про какие-нибудь фильмы, то есть, сказал бы, ничего там такого нету, более-менее, а вы и вещи, но все равно, если у вас есть какие-то любые кино, какие вы смотрите, вы смотрите, пишите, выписывайтесь, комментарии, что я буду считать, на свое усмотрение, достойным, правильным, интересным, я буду добавлять вами делиться, дальше с остальными, все, по-братски, крепко, обнимаю, до встречи, до встречи,